Чаще всего мы обращаем внимание на облака только тогда, когда они влияют на погоду в нашем городе или когда они украшают закат. Но вы, возможно, не знаете, что облака влияют на нас каждый день, даже тогда, когда над нами ясное голубое небо. Облака, которые видны нам из окон, это важные составляющие сложной глобальной погодной системы. Они играют ключевую роль в круговороте воды в природе, поскольку несут огромные запасы пресной воды и сбрасывают её на Землю в виде осадков. В зависимости от своих свойств, от того, где и когда они образовались, облака могут оказывать значительное влияние на климат нашей планеты. Они могут стать причиной потопов и засух, а также изменять температуру на нашей планете. Поняв, как устроены облака, мы сможем лучше предсказывать ужасные ураганы, прогнозировать глобальное распределение пресной воды и даже изменение климата. Но что такое облака и как они образуются? В основе всех облаков лежит один и тот же главный компонент – вода. Они состоят из капель воды или кристаллов льда, образовавшихся вследствие испарения воды в атмосферу. Хотя вы этого не видите и не чувствуете, но в окружающем нас воздухе всегда есть вода, даже в самый ясный летний день. Вода поступает в воздух благодаря испарению – процессу, при котором молекулы воды покидают поверхность океана, озера или почвы, а также вследствие транспирации – выделения воды растениями. Когда солнце нагревает поверхность Земли, тепло поднимается в атмосферу вместе с водными испарениями. Чем теплее воздух, тем больше влаги он может вместить. Но теплый воздух редко задерживается у поверхности. Как наполненный горячим воздухом шар, он поднимается вверх. Но по мере подъема воздух охлаждается. Чем холоднее воздух, тем меньше влаги он может удержать. Если он охлаждается до определенной температуры, возникает эффект пересыщения, при котором часть влаги возвращается в жидкое или твердое состояние. Молекулы воды в водяном паре окружают мельчайшие частицы пыли, замерзшие морской соли или другие частицы, возникшие вследствие загрязнения воздуха. Эти частицы называются ядрами конденсации. Вокруг них начинают формироваться водяные капли или ледяные кристаллы. Когда этот последний этап повторяется миллиарды раз, находящаяся в атмосфере вода становится видимой. Рождается облако. Таким образом, облако состоит из множества мельчайших капель или ледяных кристаллов. Они, в свою очередь, могут сливаться в капли или кристаллы большего размера. И как только капли или кристаллы достигнут такого размера, что не смогут удерживаться в атмосфере, они выпадают на Землю в виде дождя, снега или града. Таким образом, вода возвращается на Землю, туда, где она изначально возникла.